Очень многие сейчас паникуют то, что YouTube у нас могут внезапно заблокировать, но вы как бы должны знать, что существует такая штука как VPN, которая позволит вам заходить на YouTube так же, как раньше. Поэтому, если вам интересно, просто загуглите вот эти вот три буквы, найдите, как это работает. В принципе, ничего сложного нет, все работает просто по нажатию одной клавиши, и ничего такого страшного не произойдет. Но я не думаю, что YouTube все-таки как-то будут блокировать, потому что, ну, это крайне странно было бы, мне кажется. Ну и если вы прям реально боитесь меня потерять, то вы всегда можете подписаться на паблик школы ВКонтакте и на мою личную страницу ВКонтакте, ссылочки на которые вы найдете в описании. Они, естественно, существуют уже гораздо дольше, чем сам канал. Ну и прежде чем мы с вами начнем, я хочу вам напомнить то, что ребята из компании Skiff Music ежемесячно проводят розыгрыши музыкальных инструментов. И в этом месяце они разыгрывают гитару от компании Bernie 1990 года производства Япония, модели LG 480. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, вам достаточно совершить покупку всего на 2000 рублей, и номер вашего заказа будет вашим лотерейным билетом. Количество лотерейных билетов, естественно, не ограничено. Результаты они подводят 15 числа каждого следующего месяца, то есть за март они будут подводить итоги 15 апреля. Ну а по промокоду Hells Cream вы сможете получить у них очень вкусную скидочку на любую продукцию. У них есть просто все. Ссылочку на магазин и на сам розыгрыш я вам оставлю, естественно, в описании под роликом. Ну здравствуйте, мои хорошие. Сегодня мы с вами будем смотреть вот который вышел в пятницу, в пятницу выпуск Шоу Голос Дети. Давайте сразу же начнем, чтобы здесь долго ротом не разговаривать. Не буду вам про авторские права напоминать то, что как бы, ну, не могу полные ролики показывать, потому что видос блокируется и прочее, прочее, прочее. Плюс ко всему нам просто не интересно смотреть полностью, нам интересны какие-то вот фрагменты вокальные с какими-то приемами, либо те моменты, которые в данном случае с голосом заставляют напрячься и задать вопрос, почему не взяли того, а взяли другого. Так, это у нас Станислав Ткаченок «Тройка мчится, тройка скачет». По-народному прям. Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Очень хорошо прям. Неплохо. Вибрато. Очень хорошо гортань открыта, звук прям плотный получается за счет, и объемный такой. Вибрато вообще зачет. Единственное, что вот эти вот высокие звуки очень сильно тяжело даются, потому что вот так вот все как-то вот он прям очень сильно задан подбородок, это усложняет задачу, еще плечи вот так вот поджимает. Это как бы не артистическая игра, он пытается этим помочь себе, как бы вот-вот сейчас вот, например. Это очень сильно мешает. Еще при этом как бы логика в том, что не надо пытаться посмотреть глазами на затылок, вот так вот, прокрутив их назад, когда вы пытаетесь петь что-то высокое. Очень хорошо позиционно, звук весь, гласные все звуки вот здесь вот раскрываются, сзади лицо вообще никак не задействовано. Местами, конечно, есть, он специально выводит для драматического гу-эффекту. Ой, вот сейчас хорошо раскрыл. Хорошо, красавчик, прям. Очень объемный такой звук, прям очень хорошо. Так, Василиса Царская, What About Us? Вот опять, название песни напомнило мне песню группы With Em Temptation совместно с Тарьей Турунин. Она на самом деле изначально называется Paradise, но подпись What About Us, как бы там, понятное дело, что там песен много, но как бы просто чекайте, прям. Это неожиданно тяжело. То есть, прямо вот, ну, вкусно. Вот вам Тарья Турунин. Очень клевый трек. И вот Тарья вступает. Очень необычно слушается, потому что гитары такие, прям, дж-дж-дж-дж-дж, низкие, да? И вот эти вот женские голоса высокие, прям, очень круто слушается. Сама песня, как бы, прям, реально. И сейчас припев найду. Вот он, короче. Но, естественно, это, ну, не будет этого на голосе. Поэтому там пинг, по-моему, песня Тарья, в оригинале. Но я бы угорел, если бы та, эта песня была. Вот вообще просто. Прикольненько так. Странная позиция звука. О. Очень круто. Вниз опустилась, прям, звук даже не... Очень ровно внизу поет, держит звук хорошо. Мелизматика короткая прям. Очень хорошо, прям, низа очень хорошо держит. Очень прикольно то, что в верхах, без атаки, сейчас легко так сделала. Вот этот верх. Пацана, бра... В голову уходит. Такой подсвик пошел, прикольный. Ну, это очень хороший уровень. Очень хорошо звучит. Прикольно то, что дети выходят с игрушками своими, кладут, как талисманщик такой. Очень ровно. Что-то там какие-то сопли проскочили. Типа... Я чуть не полыхнул только что. Был вот на такой вот грани от того, чтобы реально полыхнуть. Потому что, ну, реально, очень крутой уровень. Она очень мягкая, при этом, грубо говоря, без усиленного какого-то... Ну, грубо говоря, как вот я говорю, типа, да, то есть КПД при пении должно быть адекватно. А не когда ты выдавливаешь, у тебя там какой-то еле живой, дохлый. Она вот прям напрягается именно там. И столько, как должно это быть. И получается очень такой ровный, стабильный звук везде. Вообще ничего никуда не плавает. Прям для детского исполнения это очень круто было. Так, Владислав Груздов, или Груздов, салют, Вера. Все, все, не мешай, не мешай, не мешай, не мешай, не мешай. Шляпа норм. Какой-то там. Очень сильно вперед все. Да-да, вот, прям сюда, вот, забивается звук. Так-да, 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 прям. Низ проваливается. Очень сильно звук вперед собран прям. Так-то, в принципе, ровненько все. Но колоссальная разница, конечно, в уровнях, вот, с предыдущей девочкой. Такое ощущение, что мощности не хватает. То есть вроде все аккуратненько поет, но мощи в звуке не хватает. Не в голосе именно, а именно в звуке. А, Софья Адикадзе. Чик-то-чик. Круши, ломай стекло. Чик-то-чик. О, ударка. Ну нет, не будет так, конечно. Конечно, было бы прикольно. Ладно, смотрим. О, джазец пошел. Очень по-взрослому звучит. Звук не открытый. Кайф. Очень круто звучит. С ней можно, как постмодерн джукбокс, сделать кавера на все, что угодно, мне кажется. В такой обработке, там, на металлику, на какую-нибудь, например. Вибратор на такой тонкой вот грани делать, это прям. Но нет. Как бы, ну, здесь не об этом немножко. Ну, с точки зрения выбора материала, конечно, это не для голоса. Но с точки зрения сложности. Ну, это реально очень круто. Немножко нервничает уже. Вот эти вот срывы, мне кажется, уже нервные пошли. Просто, а... Типа, в чем вопрос, я не пойму. Видите, как она... Через открытый вот этот звук все пропевает. Очень прикольно звучит. Ну, как бы, сложный материал. Это говорит о том, что попсу всякую просто, ну... Ну, это беспредел реально уже просто. Как можно не понять, что... Как бы, в принципе, материал сложный. Вот, как бы, сразу же слышно, что сложный материал, да. Он не попсовый и сложно для восприятия, да. Вот именно, ну... Красава вообще. Как бы, там, в середине занервничала. Да, Джетта где-то потеряла удары в малый. Но это, как бы, ну... Здесь это вообще не об этом. Тут, как бы, и так понятно было все сначала. Ну, почему ноль реакций вообще? Он просто... Просто, ну... Это приблизительно напоминает мне вот момент, когда группа Металлика стала группой Металлика. То есть, именно легендарной метал-группой, которая завоевала всю планету, грубо говоря, да. Это момент вручения им Грэмми 91-го года. Об этом многие писали. Даже есть видос. Многие об этом говорили. Они вышли на сцену, а там вот эти вот на Грэмми сидят, вот эти вот, знаете... Как это называется? Даже не задроты, а такие просто сидят. Типа... Великое искусство там вот этого все там. Великолепные какие-то там вибрации, которые через телевизор не почувствовать, да. Вот. Они начинают играть, и видно, как они нервничают. Металлика, который уже в тот момент собирает огромные стадионы. Прям вот так вот все вот играют. Но в какой-то момент у них там что-то ёкнуло, они такие... Давайте играть просто как в гараже играли. И вот этот самый момент сделал из них великую группу. Потому что они просто переключились. Они поняли, что не надо пытаться понравиться вот этим вот людям, которые были. И вот здесь вот приблизительно то же самое. Просто она показала свой уровень, который... Ну, до которого им троим все вместе, как бы, ну, сами понимаете. Ну, это просто... Когда настолько не воспринимается, как бы, вот, разница в сложности, да. Берется попса, который в одну ноту вся спета. Это ништяк, да. А вот когда там просто вот эти партии, она еще и на барабанах играет, как бы, этот свинг этот рисунок называется. Вот. Это, ну, просто это жесть. Просто, ну, как бы... Аделия Загребина «Rolling into the deep». Вот, пожалуйста, попса. Популярная песня. Очень круто. Что-то там... Мне нравится то, что... Вроде как бы детский голос, но позиция очень взрослая. Дышит хорошо очень. Длинная фраза и аккуратно вдыхает там, где надо. Ну, это чисто я вот даже... Ну, как бы, до того, как началось выступление, было понятно. Да, как бы, я не в укор девочке говорю, она реально круто поет. Как бы, но... О, отличненько, вообще. Йодль такой коротенький, прям. Так, что это такое? Мы на басу медиатором играем? Нужна Дэви Файл Фор, полиция. Звук очень хорошо раскрывает, прям наверхах. Так, теперь у нас Константин Русановский, генералы песчаных карьеров. Поехали. Плохо слышит себя, похоже. Да, мимо прям. Я не пойму, у них мониторы в полу там, похоже. Ну, конечно, тяжело. Совсем детский голос. У меня прям реально ощущение, что он себя плохо слышит. Потому что он глазами как будто пытается звук найти, короче, где-то. Ну и позиционно звук расплывается прям через вот это вот такое вот. Он, конечно, не готов, кажется, к выступлениям еще пока. Еще надо заниматься пока. Мама, если вы найдете... Причем по ритмике довольно ровненько все. Так, анастасия ламберти Эриваа. С такой сильной разницей в возрасте, конечно, очень сложно. Что-то на панике сначала. Белизматика четкая, звук У открытый, не У. Очень объемный и глубокий звук. Здесь все понятно, реально уже. Ох, хорошо. Она не испугается. Ну, очень круто. Вот он, миксовый звук, прям плотный такой. Ебать, стоит такой. Ну, прям все хорошо. И дышит хорошо. И тембральный не теряется по звуку нигде. Здесь тяжеловато было. Немножко... Эй, уперлась. Ну, это обыкновенное вот это выползание звука вперед, когда высоко. Очень хорошо. Красава. Прям очень четко. Так. Марта Капелюш, оставь меня одну. Надеюсь, правильно фамилию произнес. Потому что, ну, вы понимаете. Unreal все правильно сказать сразу же. Ну, всякое бывает. Рок Металлика. В головной аккуратненько. Очень по-взрослому, кстати, звучит. Очень неровно все, прям. Головной аккуратный, прям какой. Клевые паузы. Реверб дилей такой. Очень круто. Очень душевно звучит, на самом деле, бро. Респект. Красава. Я прям переживал. Давид. Нори Джанян. История Данамо. Данамор. Парле-ву. А ну. Данамор. Все. Должно быть. Не пойму, мальчик-девочка. Мальчик-мальчик. Бэк очень клевый. В смысле, бэк-баннер. Вообще, такой уровень, прям, вообще. Таз. Очень аккуратный, и главное, ровный звук. Нет вот этих, вот, знаете, как бы, лишних напряжений каких-то. Прям вот все очень ровненько, аккуратно. Добрый. Добрый. Во. Звук, вот, видите, да, собранный такой, прям, смык плотный такой. Ну, тут реально понятно все. С ним можно много всего сделать, мне кажется. Похоже, что голос уже немножко сломался, кстати, даже. Но материал, конечно, не для телевидения, мне кажется. Полина просто выключилась такая, оп. Ну? Прям вот вибрато такой, знаете, внутри звука, прям, очень круто. Серьезно, да? Ну, это Рилли уже. Короче. Если вы хотите получать еще больше образовательного контента, обязательно становитесь спонсорами канала. Ссылочка есть. Вот здесь вот, прям, внизу кнопочка «Спонсировать». Подписка там стоит всего 500 рублей. Цены я поднимать на нее не буду. Как сейчас везде это происходит. Вот. Ну, там уже огромное количество видосов. Больше 140 видосов выложено. Вот. Вы можете задавать лично какие-то вокальные вопросы. Поэтому обязательно подписывайтесь. И если не хотите теряться, обязательно подписывайтесь на меня в ВКонтакте. Ссылочки все есть в описании. Ну, и, конечно же, не забудьте написать свой вокальный вопрос здесь под видосом. Просто написать какой-то комментарий. Ну, и, соответственно, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать все оповещения. Ну, и мы с вами еще увидимся. Пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok